Здравствуйте, я Алик из Саратова с братом Рафиком, немножко там он на рынке овощи, фрукты торгуем, все у нас это мороз держится, когда тепло придет, не знаю, то есть знаю, но никому не скажу, вот, я же все знаю, все понимаю, в любое вещи разбираюсь, каждую выникаю, жена есть у меня, орхидейка моя беленькая, тоже все хочет, знаете, вопросы Алику задает, а теперь что ты меня спросил в последний раз? Алик, Алик, что там это, Стрелкова все-таки посадили что ли это, в тюрьму, колонию, а? Спокойно, ну не кричи, не кричи, а кричишь так, как будто дядю Гамлета посадили или Рафика посадили, меня еще не дай бог, вот Ну да, действительно, сегодня в Москве суд приговорил Игоря Стрелкова Гиркина к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму, ну прокурор чуть больше платил, просил судья, немножко снизил, ну как и полагается Короче, что тут можно сказать, Стрелков Игорь Иванович, такой человек вот это, ну Гиркин еще его фамилия Увлекался, вот он историей, там это в юности, в молодости, реконструкциями всякими занимался, там вот имперца из себя изображал, солдата императорской армии, вот Был в Приднестровье, он в Чечне был, сам про себя рассказывал, что вообще служил в ФСБ до 13-го года и вышел оттуда в звании полковника, а в 14-м году он заступил на службу министра обороны ДНР, вот первый у него был позывной, то есть он даже, наверное, и с Владимиром Владимировичем самим контактил, как это, Владимир Владимирович не поставит кого угодно, да, там министра обороны ДНР, то есть он герой Новороссии, вот И когда вот это началась специальная военная операция, Стрельков принял живое активное участие в ней, ну моральным образом принял, да, стал выпускать всякие стримы, видео, анализировать все с точки зрения военной, да, специалист же у нас, да, и конечно же, ну он подвергал критике немножко, да, и верховного главнокомандующего, и министра обороны Шойгу подвергал критике, назвал его словами такими, ну не очень приятными, да, фанерный маршал, да, очень сильно критиковал, Вот как это ведутся, это действие, как это все проходит, а он бы сделал лучший, и не стеснался в выражениях, да. Нашим частям в любом случае надо будет думать, учитывая, что войск из пальца наш фанерный маршал не высосет. Ну вот думал, что ему все можно, все позволено, он же герой Новоруссии, в конце концов пытался там даже, он как-то и в качестве рядового, хоть хотите куда поеду и буду там что угодно делать, куда-то даже ездил, был остановлен, возвернулся опять, с Пригожину пытался устроиться, Евгению Боеприпасовичу тоже что-то не вышло, с ним ругался Пригожин, его обзывал словами плохими, он Пригожина обзывал словами плохими. То есть он вообще как бы сражался, вот словесно, Игорь Иванович, Стрельков все это время, ну а потом наступил вот это, знаешь, июль 2023 года, и его немножко арестовали, и сказали, мы тебе предъявляем обвинение, что ты к экстремизму призывал, и посадили его в следственный изолятор, и вот его судили, 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 и сегодня к четырем годам. Выносили приговоры там, милиция приехала, полиция, все оцепили, думаю, там людей сейчас будет столько, ну пришли люди, там человек 30, 40, может быть, из них половина журналисты, и как так можно, герой вообще это, такой человек, а пришло там пара-тройка десятков сторонников, но они не унывали, говорили, ух, мы еще. На кого голосовать вы еще хотите? На каких выборах вы будете голосовать? На президентские выборы за Стрелкова. В каком году? В этом, в каком еще? Какая разница? Он наш президент. Сегодня будет салют в Киеве пускать, что их врага наконец-то посадили. Как вы считаете, пошел бы народ? Конечно. То, кто искренне переживает за силу своей страны, народ пошел. Носеление может быть вряд ли, а народ пошел. Да, никто не ожидает, что за героем придут столько мало человек. Ну вот, дело пока еще не завершено, там апелляции, наверное, будут все такое, но думаю, все-таки его отправят в колонию. И вот было бы интересно, возьмут и отправят имперца Стрелкова вот к Навальному, в Харп, вот этот поселочек, да, и они могут дискутировать друг с другом. Может, даже анекдот такой вот придумают. Заходят как-то в бар, либераль Навальный, имперец Стрелков, а бармен им и говорит, слушайте, ребята, давайте еще коммуниста Удальцова позовем, подождем. Все. Вот. Ну, еще нужно заботиться о том, конечно, ему, чтобы не конфисковали имущество, потому что они приняли в первом чтении вот за экстремизм депутатики наши имущество конфисковывать. Возможно, даже конфискуют. Вот. Что у него тогда останется? Фуражка останется, наверное, и шинелька, которая реконструкцию делала. Продолжение следует...